Новый год наступил, каникулы завершились. Всем из головой уже окунулись в трудовые будни. И пока вы еще не очень устали, но уже отошли от праздников, расскажу об изменениях в законодательстве, которые коснутся жизни многих кубанцев. С начала года начали действовать новые налоги на богатых и на вклады. Граждане, чей доход превысит 5 миллионов рублей в год, будут платить с этих сумм не 13, а 15 процентов НДФЛ. А горожанам, которые имеют вклады более 1 миллиона рублей, будут начисляться налоги на процентный доход. Теперь поговорим о том, как деньги не отдавать, а получать. В этом году материнский капитал вырос на 3,7 процента. Теперь он составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и 640 тысяч на второго. Более того, средства материнского капитала можно будет тратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка. Получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. Теперь поговорим о пенсионерах. На 6,3 процента выросла пенсия по старости. Прибавка у каждого гражданина, не работающего по возрасту, индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Максимально она будет равняться почти 17,5 тысячам рублей. И в продолжение темы пенсионерам вернут удостоверения. Они будут представлены в электронном виде или в форме пластиковой карточки. А те, кто только начинает свой профессиональный путь, обязаны будут заводить электронные трудовые книжки. От бумажных версий с этого года отказались совсем. С начала года на 5,5 процентов вырос минимальный размер оплаты труда. Он составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. Также полностью заработала система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособие не через работодателя, а напрямую из фонда социального страхования. С 1 января вступил в силу закон об особенностях дистанционной работы. Он защитит сотрудников, перешедших на удаленку от снижения зарплаты и от переработок. А работодатели будут обязаны компенсировать дистанционному работнику расходы. Несчастные случаи, произошедшие при работе на дому, будут расследоваться аналогично несчастным случаям на производстве. При этом сотрудника смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более чем на два дня. Кстати, для девушек с нового года появились дополнительные варианты работ. Согласно приказу Министерства труда России сократился перечень запрещенных для слабого пола профессий. Теперь они смогут попробовать себя, например, в роли машиниста электропоездов, водителя грузовика, плотника, строителя, автомеханика и матроса морского флота, газосварщика, парашютиста и электромонтера. С 1 января вступили в силу новые правила в сфере ЖКХ. Перестал действовать мораторий на начисление пений и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг. Теперь всем неплательщикам будут грозить отключение света, воды или газа. Также больше не будет продлеваться поверка счетчиков. Теперь нужно будет заниматься этим самостоятельно. С 1 января отдыхать теперь будем с небольшими корректировками. В соответствии с новыми правилами нельзя будет приводить на пляж животных. Также запреты коснуться поведения на воде. Нельзя плавать на бревнах и досках, заплывать за буйки, срывать, притапливать или передвигать их. И вообще заходить в воду при подъеме красного или черного флага. Появились новые противопожарные правила. С этого года нельзя будет хранить вещи на чердаках и в подвалах. Кроме тех случаев, если проектом в доме предусмотрены кладовки. Новшества затронули и продуктовые магазины. С 1 января запретили продавать зеленые клубни картофеля и торговать в помещениях со следами грибка или плесени. Корзины и тележки необходимо будет регулярно дезинфицировать. А в торговых палатках теперь обязательно должен быть антисептик. Поговорим о медицине. Фонд обязательного медицинского страхования отберет часть полномочий у страховых компаний. Так, например, ФОМС будет самостоятельно контролировать качество медпомощи в федеральных больницах и рассчитываться с ними за пациентов. Регионы смогут организовывать работу платных вытрезвителей. Государственные были ликвидированы в 2011 году при реформе МВД. Доставлять нетрезвых граждан будет полиция, а перед размещением пациента осмотрит медик, который и будет принимать решение, оставить ли клиента вытрезвители или отправить домой. После восстановления посетителю предъявят счет за услуги. Средняя цена за ночь составит 1500 рублей. С 1 января органам, предоставляющим госуслуги, запретят требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решение, заключение и разрешение, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Не нужно теперь предоставлять и налоговые декларации по транспортному и земельному налогам. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России. С нового года запретили оборот немаркированных товаров легкой промышленности. Каждый покупатель сможет сам проверить легальность, качество и информацию о товаре, просканировав код маркировки с помощью мобильного приложения «Честный знак». А с 20 января заработает в добровольном формате система маркировки молочной продукции. При этом коды будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки. Также изменится и жизнь автомобилистов. Водители теперь могут сами собирать аптечки, а не покупать готовые, как это было раньше. С начала года перестал действовать автомобильный знак «инвалид». Теперь нужно будет оформлять электронное разрешение на специализированную парковку. Это лишь часть изменений, вступивших в силу с боем курантов. Я рассказал об основных. Будьте внимательны и не нарушайте закон.